Формула семьи Всем добрый день, в эфире Формула семьи, 11 мая, 14.00 по Москве. Мы вышли с праздников, как и большинство людей, правда, еще вчера, как и большинство людей с графиком 5.2. Есть, конечно, несчастные, которые работали 9-го, 8-го, мне очень жаль, но и такое тоже бывает. Примите соболезнования. Да, примите соболезнования. Ничего, отдохнем, все мы когда-нибудь отдохнем. Итак, тема эфира. Тема эфира сегодня «Любовь без обладания». Я когда ее про... А, я не представила, не представила, кто же в студии сегодня. В студии сегодня раз четверг, значит, Сергей Толоконников. Здравствуйте, Сергей. Или «Здравствуйте», приятно познакомиться. Мне тоже вновь увидится. «Любовь без обладания». Я когда прочла название, долго думала, о чем это, то есть без обладания чего? Без обладания другого человека, без обладания чувств, без обладания, не знаю, чего. Поясните, Сергей, без чего же сегодня у нас любовь? Нет, конечно же, я поясню, без этого не обойдется наш эфир. Но важным, я считаю, наверное, знаете как, задать вопрос тем, кто нас слушает. Как все-таки выясняется, такие и есть. Как-то вы оптимистичны в кавычках, да, как все-таки выясняется. Конечно, есть наши слушатели, которые слушают нашу передачу. Да, меня все ругают за мой иногда более чем надо саркастичный юмор. Но он такой, бывает, надо констатировать нередко. Я к тому, что слушающие нас друзья, приятели, товарищи, в конце концов, скажите, пожалуйста, вот ваша формула счастья, она какая? Поделитесь тем, как вы считаете, человек становится счастливым. Вот поделитесь вашим секретом счастья, что вам, или на ваш взгляд, всем остальным тоже, не только вам, приносит счастье. Что же это такое? Вот с этим я и хотел бы, может быть, как-то начать. 8 800 333 17 06 – это номер прямого эфира. Вы можете нам дозвониться, рассказать, что же такое счастье для вас. teos.fm для ваших сообщений, также можно отправлять сообщения с мобильного приложения. И вайбер и ватсап плюс 7 977 850 0996. Пишите, все открыто, ждем ваших сообщений. Я не игнорирую вопрос, который вы задали. Я не пытаюсь от него уйти, но... Я задам, вы из-за меня не переживайте, я напомню. Я немножко запереживал, хотел, чтобы вопрос был удержан. И я на него отвечу, он достаточно простой. Но мне хотелось бы обратить внимание наше на то, что мы во многом заточены так-то. Мы заточены на обладание. Мы заточены на собственничество. Вот мы так живем. С одной стороны, это абсолютно естественная какая-то в человеке живущая черта, без которой, в общем, ну, что называется, никак, никуда. С другой стороны, есть еще и воспитательные моменты. Когда все вокруг заточены на то, чтобы иметь, чтобы обладать, чтобы схватить, то ты как-то по неволе тоже становишься, ну, таким, хватальщиком всего и вся. Когда видишь очередь в магазин, особенно в 90-е, да? Стоишь в очередь, а что дают-то хоть? Это уже не важно, не важно что. Да, да. Или вы рассказываете то, что вы не переживали. Нет, не переживала, конечно. Вы слышали об этом. Но я это переживал. На самом деле про 90-е я, честно признаться, не помню. Но в советское время было так. В это трудно поверить, но было так. Была очередь, люди сначала занимали, а потом спрашивали и выясняли, что дают. Потому что важно было не упустить шанс. Очередь – это еще, знаете как, это только вероятность того, что ты что-то можешь купить. Ведь это еще не факт, что ты купишь. Это не обязательно совершенно, тем может не хватить просто. Поэтому надо было сначала занять очередь, а потом выяснять. Пардон, совсем не айфоны были. Это были вещи совершенно простые. Но когда просто сейчас периодически рассказывают про то, как советская страна хорошо жила, я прекрасно помню, как она жила. Очень хорошо помню. И это Москва была, я хочу еще-таки вот здесь усилить. Это не было что-то такое в глубинке. В глубинке-то очередей не было, там просто не было ничего. Помните передачу такую «До шестнадцати и старше»? Я вот не помню, я просто знаю о ней. Я, честно признаться, ее не помню, но я помню, что такая передача была. Я недавно просто наткнулась на выпуск этой передачи про 88-й год. Там как раз была эта история, когда очередь такая, длиннющая очередь, подходит репортер, встает тоже в очередь и говорит, что в очереди, да, кто крайний? Я крайний, хорошо. А что дают-то? Для меня это был такой шок, то есть, в смысле, подождите, вы сейчас... Вы даже не знаете, зачем стоите, да. Так может, вам это и не нужно? Оказывается, нет, оказывается, нужно все. Да, обычно, если стояла очередь, это был маркер, это был показатель того, что вряд ли там что-то не нужно. Вообще, в принципе, что-то продают. Это же было не всегда. То есть, не всегда можно было купить. И поэтому далеко не Борис Николаевич, как говорят нам, да, разбазарил все. Нет, до него, еще в совершенно замечательное время, до него в несколько лет, уже было очень-очень напряжено, уже было очень тяжело. Ну, возвращаемся к тому, что для нас важно, да, не только про очереди мы помним, но мы так заточены, что для нас главное получить, да. Если, и кажется, что если ты заполучил что-то, то это уже гарантия успеха. Это все вот. Ну, вот вспомнить древний Рим. Кто только его не пытался захватить. И готы, гунны, и вандалы, и никого там только не было. Все старались захватить Рим. Его дозахватывались до такой степени, что, знаете как, его захватывали. Захватывали, потому что, оказавшись вот в центре, в этом, так сказать, первопрестольном мировом городе, конечно же, люди, которые прибегали из лесов, пустынь и степей, они поражались тому, что они могли здесь увидеть. Но, как оказывалось, захватить это еще не все. Потому что, вот как мы знаем в истории, да, вот эти средние века, так называемые, да, средние века, это какая-то такая прослойка непонятная, она же началась с чего? С упадка Рима, с захвата его и с момента, когда Рим перестает существовать, по сути, как столица. И, но что происходит с самим городом? Его захватили, а оказывается, с ним еще что-то надо было делать. Вот вы сейчас про Рим рассказываете, а я думаю про брак. Мужчина, орел, захватил жену, красавицу, спортсмену. Да, понес в гнездо, высоко-высоко в горах. Посадил и улетел там. И улетел, да. И все. И думает, что она его навеки. Вершина покорена, все, все сделано. А потом через пару-тройку лет развод. Да что не так-то? Да, почему же вот все же нормально? Схватил качественно, нес, вроде как бережно. Донес, да, донес. Все, нет, не уронил, не мимо бросил. Все в гнезде вроде, все как положено. Чего не работает? А не работает очень простая вещь, что вот это очень обманчивая штука. Недостаточно просто завоевать. Недостаточно просто сделать какой-то рывок, захватить какой-то плацдарм. Военные хорошо знают. Взять какую-то высоту. Это не удержать ее. Это еще ее не удержать. Это половина успеха. Но удержать ее бывает еще труднее. Поэтому это учитывается при захватах. Конечно, надо захватить, потому что она позволяет тебе по-другому воевать. Любая высота, она позволяет тебе все-таки с наименьшими потерями участвовать в боевых действиях. Но удерживать-то сложно. Любой спортсмен, получивший звание чемпиона, хорошо знает, что удержать чемпионство порой сложнее, чем стать чемпионом. Все вот эти, не знаю, прыжки с чем-нибудь, все какие-нибудь командные игры, боксерские вот эти все поединки. Удержание титула чемпиона гораздо сложнее для того, кто чемпион. Так устроено. В спорте вообще вслед тебе дышат молодые, успешные, красивые, мускулистые. Да. А не ты уже такой чемпион, которому на пенсию пора. Да. Брюшко поясом чемпионским подвязал и машешь руками. Ну, брюшко еще не показатель. Можно попасть из брюшка, может, человек очень здорово угадать и кого угодно. Это же следующий вопрос. Но вот удержать сложнее. По какой-то такой причине нас все-таки, тем не менее, не устраивает ситуация, знаете, как, ну, такого завоевания альпинистских. Вот ты покорил вершину, отметился, сфотографировался, посмотрел, крикнул, флаг поставил и ушел. Почему-то нас так не устраивает все. Нам все равно хочется использовать это покорение еще каким-то образом. Да, вот странно каким, непонятно, но хочется как будто... Ну, там, лагерь разбить. Лагерь разбить, да. Пожить. Огородик, там, использовать это как-то, в наим сдавать. Непонятно, все время хочется. Слава богу, что хоть, ну, нету пока такой возможности. Кто его знает, может быть, скоро будет. Вот кто первый залез, закон принят, вот после принятия, вот, потом ты будешь сдавать в аренду. Кому это только надо будет, хороший вопрос. Но найдутся те, которые будут платить, наверное, не знаю. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что психологически для нас оказывается очень-очень важным вот этот вот момент обладания. Ну, насколько он обманчив, друзья. Насколько это является вообще таким вот картинку, да. Представьте себе вот этот ослик, идущий за морковкой. Представьте. Но я хочу еще и напомнить вам, что вопрос был про счастье. Тогда что же вас делает счастливым, если не обладание чем-то? Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Не знаю, как вас, друзья. Меня вот сейчас за заставочкой, за эфиром мы с Сергеем обсуждали, что меня делает счастливый, ну, вагончик шоколада. Вот подгоните мне вагончик шоколада, я буду счастлива. Ну, опять же, смотрите, это обладание, да. Смешной пример, но это обладание. Так, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а меня зовут Владимир. Здравствуйте, да, Владимир. Здравствуйте, да, Владимир. Здравствуйте. А я бы хотел про счастье поговорить. Давайте, давайте. Только свое мнение. Конечно, чужое вряд ли тут интересно. За счет Дессу я не отвечаю. В общем, счастье – это такое понятие эфемерное, это миф, это то, чем мы хотим обладать, но обладавшее – это уже не счастье. Например, приведу притчи, как Иисус Христос, да. Вот бомжина, который живет на улице, да, он иногда такой счастливый, немоверно, когда вспоминает, что он не пожизненно заключенный. Понимаете? Какое-то относительное понятие, да. Значит, бомжина может, в конце концов, устроить на работу, изменить свою жизнь, но пожизненно заключенный он уже ничего не может изменить. А ведь это люди, вот я смотрю в интернете, очень тщательно изучаю людей, да, там, интервью их, да. Это же такие люди. Это люди, которые попали в такую беду, которые мы, любой из нас может попасть в такую беду и быть пожизненно заключенным. Вот в чем каждый человек должен понимать. Ну, вот так вот, кратенько, если. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо за ваше мнение. Я не до конца понял, в чем счастье бомжей. Это, ну, человек может радоваться, но, может быть, кто-то и воспринимает. Владимир имел в виду, насколько я его поняла, что сравнивая себя с тем, что может быть еще хуже, ты понимаешь, что ты, в принципе, уже счастлив. И если ты заключаешь свое счастье в обладании какими-то предметами, то как только ты этот предмет завоевываешь, ты счастья больше не чувствуешь. Ну, спасибо, Эль, за помощь. Нет, я не совсем ничего не понимаю, да. Я просто пытаюсь понять, насколько это счастье. На мой взгляд, я понял реплику. Я понял, что Владимир пытался сказать, что все относительно, и что счастья его нету, что все относительно согласен, а что счастья нету, не согласен. Не согласен Владимир и никогда не соглашусь, потому что я переживал это состояние, и не я один, такой контуженный, вот с глазами к носу сведенными, к переносице, и счастливый. Нет, мы все очень хотим быть счастливыми. И вообще счастье – это то состояние, нормальное состояние человека. Только оказаться в нем мы порой не знаем как. Только мы путаем средства с целью, мы путаем путь с результатом. Понимаете, вот это то, о чем я пытаюсь сегодня говорить. И, конечно же, мы говорим про брак, и, конечно же, мы говорим про супружеские отношения, и, конечно же, мы говорим вообще об отношениях. Но я пытаюсь сказать о том, что обладание далеко не всегда, и зачастую, как правило, не всегда является гарантом того, что ты будешь счастлив. Кто же тогда такой счастливый человек? Счастливый человек – это человек, который переживает определенное состояние. Какое? Состояние… Счастье, да что? Хорошо, что такое счастье? Счастье – это не только… Эля, ну, вам не понимать, что такое счастье. А я-то тут при чем? У нас только слушателей. Вагон, вагон с шоколадом – это же… Ну, вы же понимаете, что это была шутка. Какая шутка, я вас умоляю. Ладно. Сергей очень хорошо меня знает. Да. Это счастье, потому что шоколад, он заставляет вырабатывать серотонин, он добавляет, ну, может быть, до алкалоидов не доходит, но серотонин уже начинает плескаться в организме, хотя бы он уже повышает уровень внутренний, он делает его другим. Человек на самом деле чувствует блаженство. Я недавно прибыл с горы блаженств, все время хочется ее назвать горой преображения, но это совершенно другое место. Там вот эти вот надписи были. Блажен человек, да, вот. По-гречески это звучит макаризмы, макариои, хой птохой, блаженны нищие, потому что. Он не блажен, бомж, да, потому что он бедный и незаключенный в тюрьму. У Иисуса есть объяснение, оно такое. Потому что настанет момент, когда он перестанет быть таковым. Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Блаженны алчащие и жаждущие правды, потому что они наследуют землю, они хотят эту правду, они ее ищут. И благодаря этому что-то будет происходить. Но Христос говорит, ты, может быть, не переживаешь это чувство, но ты должен понимать, что даже сам поиск уже делает тебя таковым. А вообще, очень часто для кого-то самые-самые экстремальные периоды жизни могут стать самыми счастливыми. Я не про то, что есть альпинисты, которые люди, они же себя преодолевают, на самом деле. Он забрался, для него это момент счастья, он смог, он это сделал. Я про другое, про то, что, например, вот всеми нами отмечаемая дата победы, вот в этих фронтовых условиях, в этих очень сложных, ненормальных, вообще с точки зрения человека, днях существования, люди могут встретиться, найти друг друга, влюбиться, и это может оказаться самым счастливым временем для них. Вот в этом смысле все относительно, действительно, это так. Но при этом, при всем, ведь счастье человек переживает не потому, что они поженились, не потому, что что-то уже произошло. Есть какой-то момент, момент, который тобой воспринимается, это состояние полной гармонии, это состояние действительно, по-гречески, это вот блаженство, то, как у нас переведено, это состояние вот такого гармоничного, радостного состояния. У нас есть сообщение от слушателя Артема из Эстонии. Добрый день, а можно ли счастье испытывать по отношению к настоящему, а не к будущему или прошлому? И счастье, и удовлетворение, это одно и то же? Конечно, не одно и то же. Можно съесть пол вагона шоколада и не быть счастливым. Просто наелся. А еще потом тебе и плохо стать может. От вагона-то уж точно будет плохо. Да, нет, но умные люди будут потихоньку просто. Это все есть. У меня с шоколадом связан мультик из детства про дракончика, который попал на шоколадную фабрику. Ну, вот Эля ничего не говорит этот мультик. Ну, надо его разыскать. В интернете наверняка есть дракоша, который делил следующим образом все. Все мне, 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 мне и мне. Говорит, неправильно делишь. Говорит, вот это тебе, это мне, это и мне. Говорит, неправильно. Надо все мне, мне, мне и мне. И вот он на этой шоколадной фабрике отрывался. Но потом вдруг его осенило, что, оказывается, делить правильно этот по-другому. Но я не про то, как он делил, а про то, что он попадал в эту шоколадную массу, в эти котлы с шоколадом растопленным. И посмотрите, понравится. Это мультик для меня, да, я поняла. Я найду. А теперь к Артему. Артем, ну, вообще вопрос был к вам. Но вы отвечаете вопросом на вопрос. Вот один ответ я вам дал. Конечно, есть разница между удовлетворением. У человека все может быть хорошо. У него удовлетворены его потребности. Даже, ну, почти все. Но у него почему-то нет гармонии. И он не может в этом состоянии испытывать счастье. Почему-то так мы устроены. Это большая тайна. Непонятно. Непонятно. Ведь и куча ситуаций, когда человек говорит, да я был счастлив. Я на самом деле был. Я не придумал себя. Хотя, если посмотреть по удовлетворенности, в общем, почти ничего не удовлетворяло человека. Но был какой-то момент, который заполнил его целиком. И это было больше, чем ему, что называется, было надобно. А что касается первой части вопроса. Можно ли счастье испытывать по отношению к настоящему, а не к будущему или к прошлому? А нельзя испытывать счастье по отношению к будущему или к прошлому. Оно может быть только сейчас. Только. Исключительно. Не может быть. Ты можешь вспоминать, как тебе было хорошо, но ты не входишь в то же самое. Это как искупаться в реке. Вот в той же самой как-никак. Это только сейчас и здесь, как у греков. Никак по-другому. То есть ты либо счастлив, либо несчастлив. Да. Совершенно верно. И это сейчас. Счастье – это гармония. Счастье – это гармония, да. Это обязательное условие. Но это больше, чем гармония. Это, наверное, нужно тут греков поковырять, потому что для них гармония – это что-то такое. Я имею в виду, ну да, ну не обязательно тальпанацию делать, чтобы понять, что грек думает по гармонии. Просто поговорить. Поковырять греков – это хороший раз, мне понравилось. Вы расскажете, как найти эту гармонию, как идти к этому счастью и в семейной жизни? Ну мы попробуем, мы поговорим про это, про это. Сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Передача «Формула семьи» в эфире 14.23 по Москве в студии Сергей Толоконников и Эльвира Чепенко. Мы сегодня говорим на тему «Любовь без обладания». Но прежде чем мы продолжим, я напомню вопрос, который Сергей задал слушателям. Друзья, какая для вас формула счастья? Из чего состоит ваше счастье? Напишите. Вагон шоколада плюс вагон какао плюс зефирки равно моё счастье. Ну, например, я утрирую, конечно. Напишите, поделитесь, что для вас счастье. И понимаете ли вы, что вы счастливы или несчастны. Поделитесь с нами. Давайте приступим теперь. Всё-таки попробуем ответить на вопрос, а как, к счастью, подобраться. На мой взгляд, есть один ответ. Один ответ, который точно лежит в формуле. Это ингредиент там должен быть. Это умение любить. Именно любить. Это то умение, которому у нас не учат в школе. У нас есть воспитательные какие-то процессы. Мы много говорим о патриотизме, ещё о чём-то. Но не учат любить. Ну, нет этого в школе. Я не потому, что там, может быть, такой становлюсь старше, вот по-стариковски начинаю ворчать. На этого всё меньше и меньше. Нет, я правда вижу, что этого меньше и меньше. Но почему-то так получается. Устремлённость к показателям, к каким-то другим целям, замотанность учителей, но им не до того. Любить что? Любить кого не учат? Как правило, ничто никого. В этом смысле, конечно же, я говорю о любви к людям. А вообще умение любить людей. Любить, ну, может быть, сейчас эти функции начинают выполнять на части социальные сети. Вот эти вот ролики, которые там крутятся по тому, как кто-то какую-то животинку парализованную берёт и откачивает на протяжении нескольких недель, и, в общем, даже месяцев, да, и у собаки её не просто кормят, её не просто вымывают, её не просто чем-то колят, её ещё массажировать надо, потому что атрофирована вся задняя часть. Вот он не только перед ней лапа работает, он сидит несчастный, этот пёс, ну, и ждёт, наверное, да, боится, ждёт, ну, это же невероятный всплеск, ну, на самом деле, вот этого умения любить. То есть любви к миру, к живому. Да, ну, конечно, но если человек, я так думаю, если человек умеет любить живое, то всё остальное как-то, ну, более-менее он с этим в порядке будет. А если человек любить умеет мёртвое что-то, то это, скорее, патология какая-то. Человек умеет любить деньги, человек умеет любить какую-то памятную доску, за неё готов расстрелять всех, если не дай бог чего сделать. Человек, вот это разве любовь, это что-то другое? Это фанатизм, привязанность, Круч Макдак, вспомните его, как он купался в своих монетках. Конечно, оно же классное, ну, как бы, я никому бы не стал рекомендовать нырнуть туда, только в мультике можно, потому что не вынырнешь уже. Но совсем другое, это состояние сердца, но оно же развивать, оно же требует развития, оно не, человек не рождается вот просто вот, вот он такой, он всё равно претерпевает какие-то изменения, и что-то хорошее может либо получать поддержку, развиваться, либо не развиваться. Бывает такое, что вот люди вопреки всему тому, что с ними приключаются, они могут себя вот как-то нацелить, так и двигаться. Ну, вот это умение, а без умения любить человек не способен при полной обеспеченности, при удовлетворенности, при даже наличии гармонии. Вот он сидит, наелся, стрескал шоколада, сидит, слушает Моцарта. Это, ну, не будем говорить про Баха, потому что Бах, он немножечко такой, он разный, да, но в основном он всё-таки бередит душу. А Моцарт, он душу радует в больших случаях, да, вот его произведения, они такие всплеск позитива, гораздо больше. Ну, реквим, опять же, есть, да, но тем не менее, вот объём его произведения, он больше такой позитивный, он радующий, но всё равно ты не испытываешь счастья, муж испытывает что-то такое. Подождите, подождите, подождите. Вы сейчас говорите про удовлетворение, разве это гармония? Да, конечно. Это может быть даже гармония, но счастье – это нечто большее, что стало чуть-чуть выше. Я думала, когда вы говорили, что счастье – это гармония, для меня гармония – это понимание, вот, кто ты есть, как ты связан с этим миром, то есть это отчастие самосознания, и вот связь с этим миром, и понимание, для чего ты живёшь. Вот это гармония. Да. Наесться шоколада, послушать Моцарта – это не гармония. Ну, это нечто другое. Может, это, конечно, тебе поможет немножечко. Да, это немножко тебя стабилизирует, потому что нехватка серотонина в организме, она даже при понимании, зачем ты живёшь, она не очень радует тебя. Ну, тебе же не очень хорошо жить, ты даже понимаешь, зачем ты живёшь. Но это вдруг в этот момент, в этих обстоятельствах становится просто долгом твоим. Вот ты же должен жить, ты же должен выполнить миссию, ты… это что-то другое. Меняется оттенок. Гармония, шоколад, всякое разное. Но это всё ингредиенты, которые по отдельности могут не сработать. А в семейной жизни как это всё отражается? В семейной жизни отражается это очень просто. Когда есть человек, которого ты любишь, и он рядом с тобой, он просто рядом с тобой, то зачастую это может стать, просто вот привести тебя в состояние счастья. И это должно так быть. А состояние счастья углублённое, которое более стабильное, в котором ты как-то можешь на него поработать, на это счастье. Кажется, что счастье очень неуловимо. Если ты за ним бегаешь, как за синей птицей в известной песне Макаревича, да, она всё время улетает, да. Но когда ты делаешь что-то другое, ты не гоняешься за тем, чтобы быть счастливым, а ты живёшь, живёшь в соответствии, гармонично с собой, с этим миром. На самом деле это можно и нужно находить всегда. Это всегда неповторимые сочетания, как калейдоскопчик, который крутится. Там не повторяются эти картинки. Но здесь важно следующее. Тут ты участник, и полнота счастья, она другая, она ещё больше. И полнота счастья зависит от того, как ты любишь, как ты умеешь это сделать, как у тебя это получается. И это получается очень мало у кого. А на самом деле это очень важная часть для существования человека. Это очень важный ингредиент, это важное умение в жизни человека, которому мы не учим и не учимся, и не пытаемся его никак для себя обнаруживать. Мы максимум, что делаем, это пытаемся что-то заполучить. Это уже хорошо. А на самом деле этого недостаточно. Человек, который умеет любить, он гораздо более будет счастлив в своей жизни. Только я хотела вернуться к теме эфира, как у нас снова есть звонок. Алло, здравствуйте. Коротенько. Да, Владимир. Счастье в семейной жизни, вот по ходу, да, было бы, конечно, полное счастье в семейной жизни, если бы не было болезни типа рака, если бы не было автомобилей, которые могут тебя любыми раздавить, если бы не было кирпича на крыше, который может упасть на голову. Вот, может быть, было бы счастье, так сказать, полное счастье. А как это не счастье в семейной жизни, я считаю? Вот почему я холостой. Все, точка. Мне кажется, просто Владимир боится терять людей, поэтому... Возможно. Это слышно. Если бы не было вот этих... Если бы не было смерти, хочет сказать Владимир. Ну, это факт. Ну, да. Ну, конечно, так. Ну, если у вас нет друга, то, как говорится, его вам не потерять. Ну, понимаете как? Дело ведь не в том... Вот можно не иметь перспективы... Ну, я не знаю, конечно, это очень трудно представить. Можно не иметь перспективы смерти. Можно не иметь еще чего-то. Как вот человек будет существовать? Я не знаю. Но можно не иметь, кроме вот этой перспективы, последней, о которой мы сказали, да, вот все остальное может быть, без кирпичей, без всего, все-все-все-все-все. Но счастлив или несчастлив человек, это гораздо более тонкое состояние. Это не просто успокоенность, это состояние радости. Это состояние какой-то глубины и трепетного состояния человека, которое возникает, оно... Это состояние возникает, правда, оно не очень управляемое, но есть вещи, при которых это состояние, во всяком случае, возможно. Жадный человек, как правило, не может быть счастливым. Как правило. Пока не преодолевается вот это вот. Человек злой, как правило, не может быть счастливым. Ужасно, это трудно. Вещи несовместимы. Но мы не говорим обычно об этом. В семейных отношениях вот это вот понес в гнездо, принес туда, бросил. О чем я говорю? Я говорю о том, что для мужчины, ну, он добился своей цели, он думает, что все. Все, ты-то не удержишь так эту высоту, потому что для женщины важно, она-то ждет, что вот это ухаживание, оно продлится. Для нее не важно, что просто вот... Для нее важен сам факт заботы. Никакое качество, ну, ты делаешь это, как ты умеешь. Но когда женщина видит вот эту заботу, ее сердце начинает наполняться, потому что она видит, что вы ее действительно любите. Для вас она цена. И это не в прошлом, как спросил Артем, или в будущем. Можно пообещать, милая, слушай, я сейчас вот, так сказать, не могу, но в будущем, через 12-15 лет, я тебя буду на руках носить. Если женщине сказать такую перспективу, она... Она тебе скажет, до свидания. Да, через 15 лет, может быть, даже и не звони. Ну, я хотел сказать, что позвонить через 15 лет, но нет. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Звонуд. Слушаем вас. Я вот тоже сейчас слушаю про вас чувство радости, да, что это такое. Вы действительно правы в том, что это чувство, которое приходит само по себе, и оно... невозможно ему научиться. Наверное, оно вырастает там. А-а-а. А я вот не согласен, но продолжайте. Я хотел бы сделать самый пример, который вот у меня происходит. Вот то самое чувство, о котором вы сейчас говорите. Вот когда оно возникнет. Это вот просто бытовочие что-то делаешь, например, да, и вдруг вспоминаешь какой-то момент в своей жизни. Вот про семейное, да. Вот когда твоя жена что-то тебе сделала, да, или вот какой-то такой момент теплый, как вспоминаешь между нами, да, и тебя наполняет чувство любви, вот чувство... Вот хочется выразить их, какая же ты у меня замечательная, какая ты у меня классная. Понимаете? Это внутри, оно появляется. И вот, наверное, вот та самая маленькая частичка счастья, которую я хотел сказать. Спасибо большое вам за звонок. Спасибо. Ну... Подождите, мы спросили, друзья, что для вас счастье. Вот Дмитрий ответил. Для него это счастье. Вполне так уверенно. Спасибо, Дмитрий, за ответ за ваш. Спасибо за ваше участие, потому что, ну, все-таки предпочтительно в наших этих эфирах, чтобы был диалог. И когда вот вы участвуете, вот так, как Дмитрий, даже так, как Владимир, вы высказываетесь, это делает наши передачи другими. Ну, для меня они более ценные становятся. Ну, вот это ваша формула. Что-то произошло. Но ведь, смотрите как, есть вещи, которые развиваются. Почему-то мы думаем, что этому чувству, вот умению радоваться нельзя научить. Я считаю, что можно. Я утверждаю, что надо. Я не говорю, что это просто. Это сложно. Это сложнее, чем научить человека кататься на коньках. Но можно. Можно, потому что человеку нужно просто показывать, учить его замечать эти важные вещи. Он что-то сделал, они пережили что-то, он это может вспомнить, и от этого может совершиться что-то новое, что станет еще одним моментом в его копилке. Но важно не то, что он будет, он один раз что-то сделал, и счастье вызывает воспоминания. Это не дно, так не будет работать. Раз это будет, два это будет. Хотя я хорошо понимаю, о чем вы говорите. Но это должно нас побуждать к новым шагам, к новым действиям. Поэтому это важно, друзья. Можно и нужно научиться слышать Бога. Ну, это можно или нельзя? Я, пожалуй, плечами. Пожимаю плечами, потому что считается... Я хочу услышать дальше вас. Конечно, можно, потому что к этому призывает Евангелие. Евангелие. Евангелие, все, что написано в Новом Завете и в Ветхом тоже, призывает нас к нему прислушиваться и, значит, его услышать. Значит, есть такая возможность. Если мы этому не учимся, если мы считаем, что это такая красивая метафора, которая недосягаема, то мы в ловушке. Бог говорит нам, его можно и нужно слышать. Бог хочет, чтобы мы были счастливы. И у него есть его рецепты, его формулы, которые он предлагает, которые он нам дает, как те вещи, благодаря которым мы можем, пробуя, становиться счастливыми. И почему у нас название такое странное «Любовь без обладания». Но в чем смысл того, о чем мы говорим? Смысл очень простой. Мы путаем все время. Желание иметь, желание что-то контролировать, желание что-то такое под своими щупальцами осязать. И любовь. Любовь – это забота. Любовь – это отдавание. Любовь – это когда ты способен, увидев необходимость в чем-то, эту необходимость попробовать хотя бы. Вот эту вот нужду ее покрыть, сделать хоть что-то. Ну, смотрите, собака, которая приносит косточку, она по-своему понимает, чем она может, чем она хозяина может утешить. Да, точно так же, как кошки по утрам приносят на подушку тебе дохлых мышей. Ты думаешь, спасибо тебе, кот, ты так меня любишь, спасибо тебе, друг мой. Ну, никто же не стреляет потом кота за то, что он принес на подушку мышку. Он наоборот, подождите, это наоборот любовь и забота со стороны кота. Потому что, ну, у нас же хватает соображения, что это его выражение отношения. Он поделился своей едой для животного в высшей степени любви, мне кажется, нет. Он отдал свою еду. Вот. А для нас, как для людей, может, еще есть какие-то перспективы? Я думаю, точно есть, Сергей. Конечно, поделиться вагоном шоколада это что-то запредельное, но тем не менее. Но, может быть, кому-то не нужен шоколад, кому-то нужно доброе слово. Мы разные, нам в разные моменты нужны разные вещи. Это и есть то, вот любить друг друга, это не иметь, не использовать, а что-то дать. Не ждать выгоды, да, от этих отношений. И чем меньше в наших действиях, чем менее они обусловлены вот этим вот «ты мне, я тебе», чем больше альтруизма, тем больше уровень, мой уровень, моя способность любить. Тем более я гармоничен сам по себе. Я не завишу от того, что придет в ответ. Понимаете? У нас есть два сообщения. Первое от Никиты. Таким образом, приходим к тому, что счастье – это состояние острой любви ко всему миру здесь и сейчас. Ну, не острой, но в остальном я соглашусь. Любви ко всему миру здесь и сейчас. По большому счету, да, Никита. По большому счету, это так. Без этой острой любви, даже пускай я соглашусь со словом «острое», нельзя быть счастливым. Но мы так хотим, нам-то так надо. Без этого жизнь человека, чем ты становишься старше, тем больше ты понимаешь, а что, собственно говоря, прожито. Ты ведь вспоминаешь разные ситуации, но у тебя не веселые ситуации тебя интересуют в этот момент, когда ты оглядываешься назад, когда у мужчин возникает кризис среднего возраста, он не количество веселых вечеринок вспоминает, он вспоминает не количество того, что он получить смог, он вспоминает другие совсем вещи, какого качества жизнь у него была, и, конечно же, еще очень важный момент, а что он успел сделать? Вот он смог, он что-то сделать? Иногда это бывает, это правильный вопрос, хороший для человека вообще, для мужчины в частности, но иногда это становится ловушкой такой, человек в трудоголизм в такой попадает. Но это важно, и эта любовь к этому миру, любить это не значит не замечать правды. Любить это не значит засунуть голову под мышку и говорить, не-не-не, он только хороший, он только доброе делает. Нет. Любить это заметить, что не только хорошее бывает, но уметь это покрыть, уметь через это, над этим подняться. Иногда бывает это очень больно даже, но вот это и есть это умение, которому надо учиться. Это и есть то, что позволит вам быть свободными и делиться, делиться любовью с тем, кто рядом с вами, ну, с женой, с супругой, с вашим ребенком. Еще одно из сообщений от Ильи Богданова. Добрый день, Эльвира и Сергей, для меня счастье – это когда ты нужен. И я не говорю сейчас только о любви, хотя и потребность быть любимым тоже входит в это понятие. По-моему, всем людям нравится быть хорошими. Не все, правда, умеют проявлять свою хорошесть, но когда ты чувствуешь себя востребованным, это классно. Конечно. Конечно, Илья, спасибо вам за… Ну, главное, что, как правило, человек бывает нужен. Единственное что, у нас есть очень тонкие такие вещи, такие вот грани, узенькие-узенькие, такая вот ограненность. И ты на этих гранях это выглядит как? Когда мы… С одной стороны, ты нужен, а с другой стороны, ты свою нужность пытаешься хорошо продать. И вот здесь вот уже, это уже не альтруизм, он такой… Мы же не всегда даже сами замечаем, что мы это делаем. Мы выгодно себя подаем, так сказать, нужным боком поворачиваемся. Это как раз вот уже про другое. Это то, что будет уменьшать и количество счастья, и количество вот этого вот ощущения любви. А с другой стороны, хочется сказать еще о том, что вот обратите внимание, если вы любите, не влюблены, еще раз, да, а любите, влюбленность – это совсем другое состояние. Если вы правда любите, то вы меньше подвержены огорчению, вы меньше подвержены обидам, разочарованиям, потому что все это, это на самом деле следствие того, что что-то вам не нравится, что-то, что-то вот, знаете, как бы, ну, вас не получается заполучить, не выходит иметь, никак не, вы не получаете нужное, причем не внутри, а вот как-то вот это вот снаружи, вас не заметили, ну, и не страшно. Если вы хотите, чтобы человеку было хорошо, если вы хотите, чтобы жене было хорошо, что важно для этого? Если вы хотите, чтобы она оценила, что вы ее любите, это другое, это не плохо, но это не одно и то же. И чем больше вы любите ее, тем больше вещей вы стараетесь принести в ее жизнь. Если жена любит мужа, она же заботится о нем. Она же не с калькулятором ходит, так, в календаре, значит, в расписании, я это сделал, это сделал, слушай, целый месяц уже, пардон, и что, где, где ответность, где вообще забота, где цветы, духи, ну и хотя бы ящик шоколада, пускай не вагон, да? Да нет, иногда нужно просто попросить, но вообще про другое речь. Когда ты видишь, что благодаря тому, что ты что-то сделал, в этом мире что-то изменилось, и особенно человек, когда поменялся, его состояние поменялось, человек, которого ты любишь, который тебе дорог. Друзья, это же здорово, это дорогого стоит. Наполненная таким образом жизнь, она и составляет ту важную часть счастья. Техникурпинок, которые ты можешь вспомнить, их становится больше, и они дают ту важную стабильность, которая нам так нужна в наших отношениях. У нас остается пара минут до конца эфира. Давайте подведем резюме, хотя какой тут резюме, весь эфир как песня просто, песня, что такое счастье. Но, тем не менее, какие-то, может быть, советы, как научиться тогда быть счастливым каждый день, невзирая на трудности и проблемы, которые есть в жизни? Ну, можно хотя бы с простого начать. Начать, то есть, по большому счету, вот первое, да, нужно учиться любить. Не получать, не искать даже той самой взаимности. Когда она есть, пускай это будет хорошим бонусом для нас. Когда мы любим, нам нужно учиться любить не вообще весь этот мир, остро, острую влюбленность переживать, а любить конкретных людей, любить конкретно тех, кто нас окружает. Даже людей в метро? Потому что тех, кто нас окружает. Слушайте, ну это разовые вещи. А что разовые вещи? Тяжелее любить, да слушайте, любить тех, кто в метро, намного проще. Серьезно? Конечно. Чем тех, кто рядом? Конечно. Потому что ты его видишь один раз в своей жизни. Даже если ты его встретишь через 25 лет второй раз, ты его не узнаешь. А тот, кто рядом с тобой, его любить, на самом деле, любить сложней. Потому что он все время рядом с тобой и все время не удовлетворяет тебя. Все время что-нибудь не так. Но что-то ты можешь сделать ему. конкретно. Что хочет он. шоколады, например. У нас сегодня тема прям шоколадная. Шоколадный эфир. Друзья, любите друг друга. Наш эфир подошел к концу. Наверное, в... в...